Игумен Нектар Игумен Некарий, Морозов. Таинство длиною в жизнь. Как найти свою любовь и семейное счастье. Часть первая. Глава первая. Нехорошо человеку быть одному. Со мною нет кого-то. Ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то. Чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Стихотворение Роберта Бёрнса в переводе Самуила Маршака. Чувствовать, кто ярче, кто слабее, что нехорошо человеку быть одному. Бытие. Глава вторая. Стих восемнадцатый. В нашем сознании одиночество – синоним ненужности, брошенности. Те, кто несет это бремя, знают, насколько оно тяжело. Человека, у которого огромное число друзей и родственников, но при этом нет пары, называют одиноким. Он мужчина одинокий. Или она женщина одинокая. Говорят о них. Так почему же мы придаем такое значение обретению второй половинки? Может, эта модель просто навязана обществом, которому необходимо продолжиться? Которая желает всех и вся контролировать. Пытается естественные физиологические потребности как-то отрегулировать, поместить в определенные рамки. Или все же правы те, кто чувствует. Мы, как парные органы, не можем полноценно функционировать поодиночке, как чаши весов. Не находим равновесия, если одна пуста. Поиск второй половинки – одна из генеральных линий жизни человека. Люди могут быть всецело заняты реализацией карьерных стремлений и чистолюбивых планов. Считать смыслом, целью и главным содержанием своего существования служение обществу и ближним. Реже – служение Богу и единение с Ним. Но при этом важнейшей задачей для большинства остается устроение личной жизни. Не всегда даже это воспринимается как задача. К созданию семьи стремятся и сознательно, и бессознательно. То есть совершенно естественным образом. Почему так происходит? С одной стороны, ответ диктует окружающая действительность. Очевидно, что человек страдает от одиночества, от непонимания и нуждается в любви, в заботе, в тепле. Более глубокое объяснение мы находим в книге Бытия, в словах, закладывающих основу брака, объединение двух личностей в единое целое. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, глава 2, стих 18. Стремление не быть одному заложено Создателем в нашей природе. Это нехорошо, не навязано социумом, не выдумано философией. Оно естественно. Вот почему поиск второй половинки становится настолько важным. Хотя бывает и так, что семейная жизнь устраивается благополучно, А человек все равно ощущает себя несчастливым. Жизнь его проходит не так, как бы он хотел. Это случается от неумения правильно расставлять приоритеты. Имея любящую жену, любимого ребенка, кто-то страшно страдает из-за того, что не удается добиться поставленных целей, заработать денег, сколько хотелось бы, получить признание. Мне не раз случалось видеть таких людей. Стремясь к каким-то целям, зачастую ложным, человек порой утрачивает то, что у него уже есть. Душа остывает сначала у него самого, потом у того, кто рядом. Единство разрушается, приходит несчастье. Может наступить полный крах семьи. Порой люди чувствуют себя одинокими рядом друг с другом. Любой человек по природе своей одинок, потому что уникален. Сколько бы людей не существовало от создания мира и до самого его конца, каждый неповторим. Есть похожие внешне, есть похожие внутренне. Есть люди, между которыми возникает какое-то родство, духовное, душевное, интеллектуальное. Но нет людей, которые бы друг друга полностью повторяли. И поэтому один никогда не найдет у другого того понимания, принятия, к которому стремится, которого желает и ищет. Люди общаются достаточно поверхностно. Узнают качества друг друга, интересы, особенности интеллекта. Но это происходит преимущественно в горизонтальном измерении. И очень велик риск, что супруги друг другу элементарно наскучат. Наверное, мои слова покажутся кому-то клеветой, хулой на брак. Но мы видим это сплошь и рядом. Муж и жена расстаются, а причины озвучивают так. Брак исчерпал себя. Мне этот человек больше не интересен. Я ищу чего-то другого. Наш брак стал серым, повседневным.